Добрый вечер, друзья! Друзья, как видно, как слышно, приветствую всех. Отлично. Ну что, друзья, продолжаем наш героический Донбасс. Приветствую всех, Кызыл. Это где будут основных адресных проектов. Если мы всегда говорили, что центр развития мирового экономики на ближайшие 10-15 лет у нас будет Иркутск и Байкал, то сейчас к этому добавился еще и Кызыл обязательно с ее озерами именно по транспортировке чистого питьевого льда. Еще очень много проектов, которые сейчас добавляются. Поэтому трудно сейчас сказать, друзья, какие направления будут главными. Вот у меня тут сейчас буквально между вебинарами была такая большая встреча. И тоже задали вопрос, а какой самый главный проект, который вы рассчитываете, будет в ближайшее время с помощью технологии SkyWay, со струнными технологиями. И вы знаете, друзья, благодаря той работе, которую мы сейчас делаем, мы сейчас очень хорошо получили буквально вчера из конструкторского бюро документацию по первому адресному проекту, который мы проработали уже как транснет-групп именно по Питеру. И посмотрели, это очень серьезный материал, мощнейшая проделанная работа, визуализация, расчеты, сравнения с другими видами транспорта. И это, в общем-то, очень интересный, серьезный проект. С Алексеем мы сегодня обсуждали, вот ссылки скинет сейчас обязательно. Правительство обсуждает вопрос, что в 2018 году будет запускаться проект Антор. То есть сейчас идет проработка бизнес-планов, идет проработка афинажных фабрик, которые будут разрабатывать, перерабатывать эту руду. Основная, конечно, проблема – это транспортировка десятков миллионов тонн руды из дальних регионов Северных Якутии до хотя бы там до Якутска или ближе, куда можно будет подойти железной дороги. Там везде написано, то есть вот ссылки сейчас Алексей скинул, где как раз признается, что сегодня инфраструктура разработана быть не может, но желание и возможности разрабатывать есть, но технологически пока сделать не можем. Как раз, друзья, это идеальный тот момент, когда мы можем сказать, что к 2018 году мы абсолютно будем готовы к тому, чтобы предложить и делать, и перейти к логике государства частного партнерства именно в разработке такого рода месторождения, как Томтор. Это будет крупнейшее в мире месторождение редкоземельных металлов, соответственно, капитализация этой компании сегодня трудно поддается расчету. Одно можно сказать, что это не один Газпром по тем сегодня. Представляете, насколько это мощнейшее и гигантское предприятие энергетическое Газпром. Так вот, сегодня по, если говорить в сравнении с редкоземельным рынком, всем мировым рынком редкоземельных металлов, мы сегодня контролируем китайцы с поставкой примерно 80 тысяч тонн, не обе, ну и плюс еще там где-то 10-15 тысяч тонн они поставляют остальных редкоземельных металлов. В основном это Цирконий, Цезий, Стронций, Европий, то есть как раз именно в совокупности все эти металлы при легировании стали дают принципиально новое качество продукта. То есть на рынке строительном, машиностроении, автомобилестроении, то есть при запуске вот этого тамторского месторождения редкоземельных металлов произойдет такое качественное изменение, резкий скачок именно и в качестве, и в себестоимости, и в продолжительности службы. Вот, то есть я уже говорил, что это позволит эксплуатировать трубы по 100 лет газа и нефти, трубы и автомобиль, можно будет без покраски фактически не подвергаться коррозии. Как вы понимаете, это совсем другая металлургия, это совсем другие свойства. И это как раз то, что будет открывать возможности именно та технология, которую мы сегодня с вами продвигаем, делаем. Вот, также сегодня статья в Коммерсанте очень большая, это по освоению сухого лога, это в Иркутской области интереснейшее месторождение. Мы в свое время этим занимались месторождением, как группа компании Транснет еще несколько лет назад. Его сейчас позиционируют как месторождение крупнейшее в мире по производству золота и серебра. Там более полутора миллионов тонн золота, только то, которое возможно будет, сейчас скажу, полутора тысяч тонн, которое будет возможно к эксплуатации добычи. Там огромные залежи серебра, но самое главное, друзья, там залежи основные сегодня также редкоземельных металлов, но которые находятся в связке с углеродом. И на сегодняшний момент нет технологий, которые позволяют эти месторождения, эти металлы сегодня добывать, но как раз сегодня российские ученые дают ряд технологий, которые позволят также осваивать эти месторождения. И уже не с точки афинажа, то есть применения химии, а с точки зрения нового вида электролиза можно будет получать очень высокой частоты эти металлы. Это тоже ряд направлений, которые мы сегодня прорабатываем. А все это, друзья, в совокупности как раз дает и то, что мы сегодня называем новым технологическим укладом, шестой технологическим укладом, новой экономической эволюцией мира. Это как раз то, что закладывает основы нового развития и территории страны, и то, что мы говорим сегодня. Та перспектива, которая открывается сегодня перед Россией, перед Евразийским Союзом, как по классификации и терминологии, которую ввел Сергей Юрьевич Глазев, то есть окно возможностей, которое открывается, оно, конечно, сегодня просто колоссальное. И все это накладывается на логику наших линейных городов, то, что мы собираемся строить. И почему я говорил, и ТВА сегодня является таким наиболее перспективным именно с точки зрения развития эконом-географии. То есть, вы помните, раньше экономическая география, было такое понятие в политехнических институтах, то есть это то, что связано с географическим и технологическим социальным развитием. В общем, развитием территорий. Так вот, то, что мы сегодня закладываем, оно даст принципиально новую логику развития и освоения территории. Потому что до сегодняшнего дня логика освоения территории была вдоль коммуникаций. Если раньше коммуникациями были реки и каналы, то, соответственно, все развивалось вдоль рек. Также на побережье и вот недавно вышла большая статья одного деятеля, который сейчас позиционируется как, ну, такой один из лидеров, скажем так, альтернативного развития, альтернативного экономического развития страны, это некто господин Ходорковский. Соответственно, у него есть в аналитических его материалах такое утверждение, что 90% всего мирового ВВП производится в 100 километрах от побережья. Поэтому как раз его вывод, что такие внутриконтинентальные страны, такие как, ну, или там регионы, такие как Тыва, Монголия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, фактически весь Дальний Восток, который находится внутри континента, он не имеет перспектив для развития, потому что невозможно развивать их с помощью технологий, которые есть. И дальше идет там такой реверанс в сторону Запада о том, что мы ориентируемся, и мы чисто европейская страна, и поэтому надо развивать прибрежные европейские части. То есть это традиционный взгляд сегодня на развитие России, страны, которая все абсолютно тверждает, подводит о том, что мы европейская цивилизация. Так вот, друзья, мы сегодня стоим совсем на других платформах, совсем на другой идеологии, и мы не зря основным своим приоритетом поставили линейный ГУАК Евразия, и мы говорим, что наше утверждение, вот экономическое, которое я всегда отстаиваю последние 10 лет и буду отстаивать, о том, что наиболее перспективные и покажет, скажем так, рекорды роста в третьем тысячелетии, ну или во всяком случае в 21 веке, это такие страны, как Монголия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, соответственно, это страны, которые сегодня, из-за отсутствия транспортных инфраструктур, из-за того, что они не имеют выхода к морским портам, они сегодня заперты внутри континентов. Но, как ввел новый термин Михаил Хайзин, это наш хороший друг, там, участник проекта, в том плане, что он очень активно его поддерживает. Как раз технология Транснет, построение евразийской транспортной сети, которая будет контактировать и с европейской, и с американской, и с азиатской сетью, именно евразийская сеть, она позволит решить эти проблемы и дать таким странам просто неимоверный толчок к развитию. Не говоря уже про нашу Сибирь и Дальний Восток и так далее, и так далее. Это новая концепция развития, и мы, друзья, то, что мы сейчас утверждаем и делаем, ни мы не базируемся, ни на чьих научных теориях, предположениях, кроме того, что у нас есть своя технико-экономическая школа, которая стоит на тех направлениях, которые 36 лет разрабатывал инженер Юницкий. Мы, соответственно, развивая сегодня это направление, выводя ее уже из области технической, именно в эконом-географическую, то есть показывая перспективы, мы говорим, что сегодня перспективы развития евразийского пространства, нашего государства, всех соседей, они сегодня просто колоссальные. И наша задача – это использовать этот потенциал, это разрабатывать эти проекты, и на базе адресных проектов, которые мы сейчас реализуем, мы как раз показываем, что все это движется, реализуемо. И вот если вы посмотрите статью, которую Алексей сейчас сбросил по Тантору, то поддана лицензия определенным компаниям, соответственно, идет разработка, но сами признают авторы и этих статей, и разбудок о том, что сегодня технологического решения в инфраструктуре нет. А в сухом логе там тоже в бизнес-плане есть определенное утверждение, что инфраструктура будет очень дорогой, и там закладывается до 2 миллиардов долларов, на то, чтобы построить всего 135 километров железной дороги, представляете, да? Потому что это Тайга, это Восточная Сибирь, это болото, это граница уже вечной мерзлоты, и, соответственно, температура до минус 50 зимой плюс 50 лет. Соответственно, ни одна железная дорога... Артем спрашивает, а зачем тогда лицензия? Ну, друзья, у нас принято так, сначала раздавать лицензии, а потом уже заниматься ее разработкой. Но это, кстати, не единственный случай, и мы уже участвовали в такого рода проектах. Мы тоже рассказывали не раз, наверное, о боливийском проекте. В Боливии есть проект под названием Мутун. Это мутунское месторождение, уникальнейшее в мире месторождение. Это огромная железная гора, вот, где около 200 миллиардов, 200 миллиардов тонн, представляете, какое-то... Причем с содержанием железа более 67% чистого железа. Чтобы было понятно, мы сегодня в России добываем руду с содержанием до 10% железа. И, тем не менее, в шахтах и обводненных рудниках мы это добываем, потому что у нас сегодня истощена рудная база. А здесь 67%, но есть один нюанс. Она находится прямо в центре Боливии, то есть посреди поймы Амазонки, то есть в полутора тысячах километров от побережья, либо в сторону Бразилии, либо через Анды, в Чили. Это тоже 1200 километров, но там еще надо проходить 4-4 тысячных перевала, то есть что тоже для сегодня на железной дороге невозможно. И вот Джиндл Стилл, это крупнейшая металлургическая компания индийская, они взяли лицензию 10 лет назад, потратили 200 миллионов долларов для того, чтобы начать развивать и строить транспортную инфраструктуру железнодорожную. Но нюанс в том, что это находит, как я уже сказал, в пойме Амазонки, то есть пойма, это значит весной разливается. Вода поднимается более чем на 3 метра, и когда вода спадает, не могут найти уже ни босику, которую рубили для железной дороги, ни насыпи, вообще ничего, то есть все зарастает. Соответственно, 10 лет индусы пытались осваивать, или пытаться построить железную дорогу, потратили 200 миллионов долларов, и в итоге сдали лицензию правительству Боливии, потому что невозможно это разрабатывать. Получилось, что волей судьбы один из жителей очень прекрасного города Одессы оказался советником президента Боливии. Ну, сами еще подумайте, кто может быть советником у президента Боливии, как не наш одессит, правильно? Одесский еврей. Соответственно, мы с ним познакомились, и через наших общих знакомых нам предложил поучаствовать в этом проекте, и мы им дали предложение правительству Боливии о том, что мы можем разрабатывать это месторождение, даже создали специальную компанию Боливия, Cargo Transnet, для того, чтобы реализовать этот адресный проект. И если индусы в своем самом смелом бизнес-плане планировали возить до 100 миллионов тонн руды, а это примерно 5% всего мирового рынка железной руды, соответственно, мы сделали проект на 200 миллионов тонн, причем себестоимость и строительства, и перевозки была на порядок ниже, чем у индусов. И, естественно, что мы сделали предложение о том, чтобы нам выдали лицензию на разработку этого месторождения и, соответственно, движения. У нас логика была, мы до этого еще краудинвестинг не применяли, у нас логика была какая, что создать компанию, внести туда технологию, то есть патенты, на тот момент были для того, чтобы привлечь туда, правительство Боливии и вносило туда лицензию на разработку. Извините. Соответственно, так, тут проголосовало 140 человек, значит, новичков у нас по голосованию 4 человека всего, из 200 почти присутствующих, ну, в общем-то, скажем так, меньше, чем обычно, но тут Елена спрашивает, наше предложение по дороге Тантура однозначно принято. Сейчас отвечу на эти вопросы. Я просто логику, чтобы вы сейчас понимали, какой путь мы прошли и почему мы сейчас идем по другой логике. Вот. И, соответственно, эти договоренности мы подписали с правительством Боливии, предварительное соглашение. Соответственно, у нас логика была для того, чтобы мы создали компанию, мы туда внесли патенты и технологию, правительство лицензию, и после этого мы бы привлекали инвестора, который бы выкупил контрольный пакет этой компании для того, чтобы инвестировать деньги сначала в испытания и лицензирование, а потом уже в строительство самой дороги. Вот. И вот на этом этапе, естественно, что как только стали появляться инвесторы, как только мы стали обсуждать такого рода вопросы, то сразу встал вопрос, кто контролирует технологию, кто контролирует компанию, кому она в конечном итоге будет принадлежать. И в конечном итоге стали приходить, что покажите сначала технологию, и только после этого будем уже инвестировать и делать. И мы опять вернулись на начальный этап. Поэтому мы расстались с правительством в каком плане, что мы договорились, что мы за свой счет строим полигон, мы за свой счет демонстрируем, и как только все это реально работает, мы возвращаемся к идее создания с правительством Боливии такого совместного предприятия, куда оно будет вносить лицензию на разработку этого месторождения. Соответственно, вот мы сейчас с вами всеми такими большими темпами к этому идем. И это как раз одно из, ну скажем так, жемчужин той новой экономики, мировой экономики, которая будет дальше развиваться с помощью технологий Skyway, потому что это будет более 10% всего мирового рынка, причем с самой дешевой себестоимостью, с самым большим содержанием качественного железа. Соответственно, это значит, что все месторождения, которые будут находиться внизу рейтинга, они будут выходить, и поэтому качество и себестоимость металла будет увеличиваться. Поэтому это вот то направление, которое мы сейчас двигаем, делаем, и как раз краудинвестинг нам позволяет встать с точки зрения переговоров, с точки зрения продвижения проекта совсем на другие позиции. И как раз с точки зрения, если вернуться к нашему тамторскому месторождению, то мы готовим, друзья, как раз совсем другой сегодня логику, от которой нельзя будет отмахнуться, потому что вот мне тоже сейчас говорят, что, ну как, представляете, что такое Рост технологии, что такое ИСТ, компания с Нусисом, которые там являются олигархами, которые там являются небожителями уже, и мы такие для того, чтобы они с нами сегодня разговаривали, и они сегодня обсуждали предложение, которое мы делаем. Вот, соответственно, друзья, мы сегодня готовим потребительское общество Евразия, которое будет разрабатывать этот проект, тамторское месторождение, которое будет просчитывать бизнес-планы, вкладывать деньги в то, чтобы делать трассировки, все расчеты. Мы сегодня финансируем с помощью краудинвестинга именно создание технологии демонстрации, и суть нашего предложения будет заключаться в том, что сегодня потребительское общество, которое по нашим сегодня планам и представлениям к концу года будет содержать миллион человек, как раз это элемент государственно-частного партнерства, когда дальше мы будем, соответственно, продвигать этот проект, исходя из того, что миллион человек, которые уже инвестировали деньги для того, чтобы создать технологию, создать бизнес-планы, создать первые демонстрационные образцы, соответственно, они также готовы инвестировать для того, чтобы потом участвовать в распределении прибыли, то есть в акционерном капитале. Поэтому, с другой стороны, отмахнуться и сказать, что нас это не волнует, или какой-то миллион человек делает какое-то предложение, это будет, друзья, совсем другая логика. Поэтому то, что мы сейчас с вами готовим и делаем, это совсем другой подход, это совсем другая идеология, и еще, чтобы вы понимали, очень важно, на чем мы делаем акцент, и это основное сегодня, что мы говорим сегодня для тех, кто приходит в технологию, кто приходит через фонд наш, Skyway Invest Group, как фонд привык инвестиций в технологии Skyway, кто приходит через Transnet Group, это группа, которая занимается именно запуском адресных проектов с применением технологии Skyway. Мы как раз подводим к тому, что тот, кто участвует в потребительском обществе, тот, кто через потребительское общество заходит в проект, он еще имеет право распределения и земли, которая будет введена в оборот с помощью технологий, и дивидендов от акций, которые будут давать саму технологию, и дивиденды от адресных проектов, и чем больше количество людей будет входить, это наша задача, чтобы входило миллион и миллионы людей в распределение прибыли, это как раз совсем другая идеология, чем у олигархического капитализма, как мы говорим сегодня, или дикого капитализма, когда очень узкой прослойке или очень определенным, очень узкому кругу людей принадлежат все ресурсы, они распределяют основные ресурсы страны, месторождения и так далее. И так как сегодня с помощью Транснета будет вовлечено огромное количество новых месторождений, новых территорий, появится новая экономика, намного более мощная, чем сегодня, соответственно, наша задача, чтобы это распределялось как можно между большим количеством людей. Мы видим перед собой как раз и цель и задачу, чтобы это было более справедливое распределение, а не так, что опять горстка олигархов контролирует опять все новые возрастающие ресурсы, если мировая экономика вырастет более чем в два раза, не в два раза, а в четыре раза, по нашим представлениям, соответственно, рынок перевозок и Транснета, это будет самый крупный рынок в мире, соответственно, задача, чтобы это было как между большим количеством людей, перераспределялось, это прибыль. Мы как раз видим в этом механизм потребительского общества, по три операции, то есть мы видим о том, что сегодня, когда краудинвестинговая система запускает этот проект, то есть люди, которые на первом этапе рискуют, входят в венчурный проект, хотят его поддержать и продвинуть, и, соответственно, входят на самой рисковой венчурной стадии, соответственно, исходя из этого, и премии, которые будут после этого, за это инвестирование, они также должны быть очень высокими, и это, друзья, на наш взгляд, абсолютно справедливо. Второй момент, который очень важно сейчас обсуждать, особенно в рамках того финансового кризиса, который надвигается сегодня на нашу страну, на Россию, на Украине, где он развивается активнейшим, на все евразийское пространство, потому что сегодня уже, по-моему, очевидно всем, что мир вступил в эпоху очень серьезных изменений, что такого, как было еще год, три, пять лет назад уже не будет, из-за того, что идет резкое противостояние, и которое вышло сейчас уже в острые фазы между русским миром и всем остальным миром, между бывшими странами СНГ, и теми, кто хочет сохранить старый экономический порядок, уклад в мире, чтобы он не менялся никогда, отчего тоже невозможно, друзья, чтобы вы понимали, что мы стоим на этапе и на идеологии, которая показывает смену технологических укладов, и остановить прогресс, технологический прогресс, цивилизационный прогресс, невозможно, и мы это с вами видим, потому что на наших глазах прошла технологическая информационная революция, и мы стали пользоваться плодами того, что сделали инженеры, то, о чем там 10, 20, 15 лет назад было просто невозможно предположить, сегодня это наша реальность, в том числе, как мы называем, младшего брата интернета, и соответственно, то, что сегодня происходит, новый технологический уклад, новые возможности, развитие новых территорий, это неизбежный процесс, это как раз еще в свое время показал Николай Кондратьев, потом развил в Академии Китименко, потом довел уже до уровня экономической и технологической теории Сергеевич Глазин, который показал, что длинные технологические волны, это абсолютно закономерный процесс, что развитие технологий ведет за собой смены и социальных, и экономических формаций, так было в 17, 18, 19 веке, когда вошел третий технологический уклад, соответственно, изменилась вся карта Европы, когда начался четвертый технологический уклад, это использование двигателей внутреннего сгорания, соответственно, не доллар, и все, что с этим связано, произошло крушение крупнейших империй, это начало 20 века, то есть российская, османская, островенгерская, потом британская, германская империя, это те империи, которые рухнули из того, что мир стал меняться, стал более демократичным, более справедливым, соответственно, сегодня, когда пятый технологический уклад подходит уже к своему завершению, и мы уже с вами участвуем в запуске шестого, то есть нового технологического уклада, новой технологической парадигмы цивилизационного развития, то, соответственно, также, на наш взгляд, должно поменяться очень серьезное устройство, мир должен стать более справедливым, и вот это понятие золотого миллиарда просто должно уйти в прошлое, что богатые должны становиться более богатыми, но при этом все должны быть заинтересованы в том, чтобы бедных не было, и чтобы они были все богатыми, это абсолютно нормальная закономерность, это абсолютно нормальное стремление сегодня, по-моему, каждого, и то, что сегодня мы вкатились вот в этот кризис, то есть замену или противостояние, а фактически, друзья, происходит все очень просто, что та система, которая сложилась, которая работает, которая сегодня доминирует, она не хочет меняться. Это естественный процесс, кто хочет каких-то изменений или хочет лишаться того, что люди контролируют и привыкли жить одни за счет других, объяснять или уговаривать их сделать по-другому, то, чтобы волк там не ел мясо или еще что-нибудь, но это, друзья, невозможно. Это всегда происходит таким под давлением, и сегодня, когда объяснить, почему такие страны, как Монголия, Казахстан, Киргизия, вся наша восточная и западная Сибирь, она не имеет перспектив для развития из-за того, что она не граничится с океаном, и на этом все закончено сегодня невозможно. Поэтому ответ сегодня, это, кстати, еще один очень такой, ну, я бы сказал, идеологический или, я бы больше правильно сказал, исторический ответ, почему технология и развитие идет из России, именно с евразийского пространства. Это в свое время еще ввел понятие Лев Гумилев, то есть такое пассионарное развитие, и он как раз первый предсказал, ну, не совсем, если в справедливости ради сказать, что Данилевский до него, это в конце еще 19 века показал евразийскую цивилизацию, которая будет развиваться, но основной принцип в том, что евразийский транснет, то есть новые транспортные коммуникации, которые дадут толчок к развитию новой мировой экономики, они идут все отсюда, из России, из евразийского пространства, потому что только обладая такими просторами, только обладая такими ресурсами и только обладая такими возможностями по развитию, мы можем предоставить миру, что сегодня и происходит, ту технологию, которая позволяет сегодня все это делать. Поэтому я, друзья, немножко сегодня на этом сконцентрировал внимание, для того, чтобы мы все-таки не забывали то, что процесс, который идет, он естественен, остановить его невозможно, мы участвуем абсолютно в время, которое уже пришло. и если бы там говорят, а как чиновники, а как РЖ, а как еще что-то делать, ну, друзья, если бы все наши чиновники, или это в начале 90-х, то есть в 91-м, 92-м году, встали бы все стеной и сказали, мы не дадим развивать интернет, ну и что, друзья, ну это можно было бы посмеяться, и на этом все закончилось. Ну, стояли бы они до сих пор еще вокруг Белого дома или вокруг Кремля стеной и говорили, что мы не дадим развиваться интернету. Вот, сегодня мы, друзья, все с вами пользуемся плодами, мы сегодня участвуем, я могу сказать, у меня дети сейчас отдыхают там на море, у каждого свой планшет, все выходят, так сказать, с учетом одному 6, другу 8 лет, и при этом мы абсолютно общаемся по скайпу, и уже не то, что я говорю, что у мамы есть скайп, они там, это у каждого, и это уже абсолютно сегодня естественный процесс, потому что это, в веление нашего времени мы к этому подошли. Еще вот на этой неделе мы проводили конференцию в Киеве, вот, и тоже там было очень много вопросов, ответов, вот, и один такой очень реальный товарищ, что вот, а почему вы уверены, что вот время транснета, время шестого технологического уклада пришло? Вот, на что я ему задал вопрос. Вот, если бы мы с вами сейчас сидели в 91 году, и я вам рассказывал не про транснет, не про скайвей, не про освоение тамского месторождения, не про юнибусы, не про смарт-кары, то есть еще очень много понятий, которые сегодня делось, а я бы вам произносил такие понятия, как интернет, смартфон, GPS, пробки, Билл Гейтс, еще там ряд произносил слов, то естественно, что в 91 году бы этого никто не понимал, и соответственно, тоже выжимали бы плечами, но все знают, что есть такой компьютер, вот, но все знают, это как электронно-вычислительная машина, ЕС-1022, которая работает на фортране, с перфокартой, потом ее стали менять на магнитные накопители, что будет у каждого на столе компьютер, компьютер, сеть, и по мобильному интернету, мы все будем общаться, и будет такое понятие, как скай, то есть бесплатные видеоконференции с огромным количеством людей, то в 91 году это, конечно, казалось не то, что нереальностью, это казалось дикостью, то есть никто в этом не верил, но тем не менее, какие-то 25 лет, и сегодня это уже наша реальность, а это реальность уже 10 лет назад и 15 лет назад, только сначала это были первоначальные, а с какой темпами это все идет и меняется, и ускоряется сегодня, то ни у кого же никого не удивит, что через 5 лет у нас будет абсолютно бесплатный Wi-Fi в любой точке мира, и соответственно уже мобильная связь, то есть она вроде вот только-только пришла и накрыла всех, так вот уже мобильная связь, это станет устаревающей технологией, а мы все будем общаться через Wi-Fi, через то, что будет мобильными приложениями в интернете, и интернет поглотит в себя абсолютно мобильную связь, так же, как в свое время появились пейджеры, казалось прогрессивная связь, ну как только появились мобильные телефоны, СМС, то потребность в пейджерах просто ушла, и сейчас молодежь уже многое, она даже и не помнит, что такое пейджер, а вы вспомните начало 93-95 год, на тот момент пейджер оказалась прогрессивная связь, то есть какая-то давала какую-то степень свободы, вот на сегодняшний момент молодежь уже не знает, что это такое, знает, что такое СМС, соответственно, также мы сейчас развиваем эти уклады, мы так же двигаемся в направлении, и, соответственно, остановить этот процесс невозможно, и краудинвестинг, когда сегодня мы создаем несколько систем одновременно, первое, это система доведения информации, которая как можно к большему количеству людей сегодня обращена, и мы должны, и основная наша задача сегодня нести эту информацию, у нас образовательный проект, для того, чтобы как можно большее количество людей узнало об этом проекте, узнало о возможностях, и получило для себя возможность принять информацию, и если будет возможность, или будет желание принять участие в развитии этого проекта, то есть это вот первое направление, которое мы делаем. Мы создаем финансовую систему, то есть это система финансирования и система коллективного инвестора, когда они концентрируются все в одном месте, а, соответственно, через распределивную инвестпроводящую краудинвестинговую систему, мы аккумулируем средства и сразу инвестируем их в проект. Сейчас возникает много вопросов, что кризис, падение валют и так далее, а в какой валюте вы держите сегодня сбережения, инвесторов и все, я говорю, друзья, кто задает таких вопросов, вы не понимаете в том сути, чем мы занимаемся. У нас нет никаких накоплений, у нас все деньги, которые приходят в проект, они в онлайне сразу идут на затраты, в онлайне у нас нет ни одной копейки, которая хранится где-то на счетах и которая может быть девальвированной. У нас все инвестировано и ценность, то, что мы делаем, что интеллектуальная собственность куда инвестится, она бесценится не может, она может только вырасти в цене. И, соответственно, она идет в зарплату конструкторам, в покупку нового оборудования, программного обеспечения, в работу на полигоне, в заказ чертежей, а потом технологии и технологических узлов, которые идут на производстве, и потом все это монтаж и, в конце концов, строительство. Вот куда инвестиции. И сегодня мы абсолютно открыты, как вы видите, на сайте есть договора, которые заключаются, оплаты, которые сегодня идут. И мы также сейчас готовим ревизионную комиссию, которая еще покажет, соответственно, уровень затраты, уровень финансовой прозрачности компании Skyway. Мы работаем с ней очень плотно. Это наша задача как директоров, как инвестиционного фонда, и, соответственно, тех, кто несет ответственность за инвестиции, которые сегодня через нас люди привлекли участие в проектах Skyway. Так вот, друзья, как раз это тоже принципиальное отличие, и почему мы не можем не то, что позиционироваться как финансовая пирамида или финансовый инструмент, потому что у нас деньги не работают, и они не могут приносить прибыль, кроме как инвестиции в технологию, и, соответственно, уже технология, которая будет применяться в конкретных адресных проектах. А я вам специально сегодня начал говорить о том, с того, что капитализация адресных проектов сегодня является просто основной, и это цифры на сегодняшний момент настолько перспективные и огромные, что это и будет покрывать, и будет давать ту венчурную премию, куда мы сегодня инвестируем. Поэтому, чтобы было понятно, само по себе сравнение с финансовым инструментом у нас сегодня не совсем подходит, потому что все наши инвестиции, адресные, они все идут в реализацию конкретных проектов, и при желании можно всегда проверить, куда и как идут сегодня затраты. И более того, сегодня, к сожалению, начинает возникать вопрос, что объем затрат в связи с строительством резко возрастает, и сегодня по ряду статей, по ряду направлений уже начинает появляться дефицит. То есть, когда деньги, как только заходят, уже вперед расписаны, куда они будут инвестировать. И поэтому, друзья, мы сейчас вводим такое понятие, как ответственный инвестор, то есть, что мы с вами должны понимать, что развитие проекта зависит от нас. Нас сегодня более 100 тысяч человек, и хотя бы, если каждый примет за правило 10 долларов инвестировать в проект, то это миллион долларов каждый месяц, который стабильно будет приходить в проект, который будет продвигать. И это, друзья, мы как раз сейчас доводим до наших всех активных проектов, агентов, те, кто работают, те, кто объясняют людям, как продвигать, что делать, всех на себя берем ответственность, что, друзья, вот это вот ответственный инвестор, это сегодня ответственный партнер, это тот, который первое несет информацию и доводит эту информацию до других людей, которые подключаются к проекту, и второе, что немаловажно, который берет для себя за правило, хотя бы там по 10 долларов, но ежемесячно, для того, чтобы проект стабильно двигался, стабильно развивался, потому что проектирование такого, и планирование такого рода затрат, сегодня крайне необходимо, без этого нельзя вести строительство. Ну вот, друзья, то, что вот основные части, которые я хотел сказать, я сейчас вот сконцентрировал и обратил ваше внимание на сегодняшнем этапе развития проекта, вот сейчас я передам слово Алексею, он, как всегда, имеет свой взгляд на очень многие вещи, и вот после конференции, которую он провел в Киргизии, в Бишкеке, родилась очень интересная мысль, которая сегодня, так называется, соответственно, привлеки инвестора за 29 секунд, вот он уже на этом потренировался и сейчас расскажет о своем опыте, вот поэтому, Алексей, тебе слово, вот, а я дальше в конце еще некоторое обобщение. Здравствуйте, дорогие друзья, напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Рад вас приветствовать на очередном вечернем вебинаре, собственно, сегодня у нас 202 человека, достаточно неплохой показатель, но хотелось бы больше. И, собственно, так как хотелось бы больше, то мы постоянно думаем и совершенствуем именно систему работы нашей. То есть, мало дать просто рекламу, допустим, как-то даже в СМИ пиариться, то есть, обязательно посмотрите пресс-конференцию в Бишкеке, то есть, огромная благодарность Светлане Милютиной за то, что такой материал вышел свет именно на весь Бишкек, я думаю, то есть, это один из центральных каналов, Кабар, и Светлана действительно очень мощный лидер, очень мощный организатор, единственное, что подкачало в организации, это IT-дел в гостинице, но это от Светланы не зависело. И, собственно, на мой взгляд, вообще, мы сейчас должны постепенно переходить на тот уровень, на тот этап, когда мест в зале просто не будет хватать. То есть, мы будем арендовать залы небольшие для региональных конференций, максимум по 200 человек, и мест должно не хватать. Если у кого-то идет ТЭХ, то, пожалуйста, перезайдите. И, соответственно, чтобы не хватало мест, родилась идея, был придуман способ, натолкнул меня на него Арманд Мурниекс, то есть, мой хороший друг, знакомый с Лондона, наш активист, который сейчас является директором Global Transnet UK, а его, в свою очередь, натолкнули именно серьезные, мощнейшие бизнес-тренеры, специалисты продаж мирового класса, мирового уровня, так как я живу в Челябинске, и, к сожалению, у меня нет возможности именно в реальном времени посещать тренинги в Лондоне. У Арманд есть, и, соответственно, он этот опыт черпает, мы постоянно с ним на связи, обмениваемся, я думаю, в будущем вы увидите связку именно нашу Оля, я, Арманд, новых тренингов, именно с применением, в первую очередь, на развитие нашей системы, потому что у нас на самом деле и так уже вся реклама заложена, заложена в том, что передай другу, расскажи другому, и, собственно, за это ты даже можешь получить партнерское вознаграждение. Кстати, новички, я могу сказать, что, к сожалению, уже время упущено, когда вознаграждение можно было получать даже в акции, то есть Skyway Invest Group уже в акциях вознаграждения нет именно за привлечение дополнительного человека именно в наш проект. Не то, что привлечение, то есть привлечение это такой сетевой больше именно термин, а у нас это именно оповещение, рассказывание все большему количеству людей, что действительно такой проект существует и действительно он может решить ряд человеческих повседневных бытовых проблем и какие повседневные бытовые проблемы действительно волнуют людей завтра на тренинге мы вам расскажем то есть сейчас я сброшу ссылку ссылку ссылка для квалифицированных агентов в первую очередь ну квалифицированным агентом чтобы стараться стать это собственно не особо много и нужно для этого то есть обязательно ждем всех и сейчас я вкратце расскажу то есть сделаю такую предысторию что такое вообще супер короткая презентация и почему она нужна почему она применяется и кто бы что не говорил она уже работает то есть меня очень обрадовало что данный скрипт работает он опытным путем именно опробован опытным путем эмпирическим так скажем то есть наугад именно на ощупь был подобран и соответственно действительно колл-центр успешно начал по нему работать люди проявляют интерес люди оставляют свои контакты люди проявляют еще больше интереса на наш проект люди начинают посещать бинары и из людей которые просто когда-то зарегистрировались и может быть даже холодный контакт абсолютно кто не зарегистрирован но собственно таким образом мы сможем охватывать действительно как Андрей Федорович Ковратов планирует от 10 до 25 процентов собственно таким образом мы будем финансировать наши адресные проекты на самом деле то есть все кто имеет какое-то именно мышление будущее по адресным проектам и не то что идею а конкретику то пожалуйста пишите мне на почту добавляйтесь в скайп вы можете увидеть в контактах в разделе именно команда представители на сайте skyway нэсгрупп можете найти контакты и уже с рядом людей мы поддерживаем отношения постоянные один из таких вот козырей который был замечательно разыгран в первую очередь Людмилой Людмилой с Австралией то есть это наш активист по совместительству один из главных переводчиков по английскому языку то есть это человек действительно из человека который владел технической терминологией но не владел нашей тематикой действительно сейчас замечательно владеет именно технической терминологией skyway и это вот один из примеров эскалации когда из обычного инвестора Людмила сейчас один из сотрудников именно отдела иностранных переводов внешнеэкономической деятельности которые возглавляют но вернемся непосредственно к презентации я думаю поставьте плюсики кто уже слышал о презентации то есть чтобы тоже понимать с каким упором давать эту информацию кто слышал презентацию поставьте уже плюсики и собственно на что это ориентировано все это ориентировано на то что с человеком нужно общаться на его языке то есть обязательно всем рекомендую посещать тренинги и уже если не ошибаюсь три тренинга прошло четвертый будет обязательно в записи посмотрите если вам понравилось поставьте лайк потому что спикеру который провел тренинг в первую очередь именно показательно лайков поставили люди потому что это один из элементов общения на самом деле сейчас у нас будут появляться достаточно серьезные игроки именно в блогинге то есть очень мощные в том числе молодые кадры растут но собственно перейдем к презентации представьте что вы живете в обычном городе в обычном регионе может даже в деревне не важно где не важно в какой точке мира вы находитесь мы все прекрасно понимаем что технология Skyway нужна более чем 98% людей то есть 1% людей может быть даже 2 они будут даже когда произойдет демонстрация сертификация все равно утверждает что это порвется это не поедет и это вообще фейк это не технология это не перспективная технология Уэльс институт обманывает изначально предлагает заведомо ложную информацию никаких исследований не было никакой этой технологии перспективной самой перспективной на сегодняшний взгляд в мире не является такие люди будут но собственно мы в первую очередь должны затронуть эмоцию и душу человека вспомните как вы сами входили в проект то есть что вам было интересно естественно вам не было интересно что когда-то там в Минске будет происходить демонстрация сертификации прошли на что-либо кто-то на маркетинг кто-то на технологию кто-то на перспективы кто-то на идею кто-то на глобальность у каждого свой момент входа и свой путь входа в наш проект и собственно что будет объединять людей то что все хотят абсолютно перемещаться это всего лишь один из скриптов один из сценариев разыгрывания ситуации завтра мы покажем вам более пяти и собственно все хотят а. перебиваться дешево б. передвигаться быстро на сегодняшний день к сожалению через посредством автомобиля мы передвигаемся в три раза дольше чем мы будем передвигаться через городской пассажирский транспорт а вы можете посмотреть и я думаю скоро уже в общем доступе появится наш авант проект по Санкт-Петербургу вы посмотрите что городские пассажирские составы у нас могут быть на 80 человек то есть это как икарусы подвесные такие будут икарус будет отдыхать молча в сторонке так скажем и собственно фишка будет заключаться в том что передвижение будет осуществляться 90-100 км в час то есть это в три раза быстрее уже чем на автомобиле не важно на чем вы едете на Майбахе на БМВ на Мерседесе на ВАЗе на Акет на Ниве не важно вы все равно будете передвигаться в среднем 30 км в час с помощью технологии Skyway вы будете передвигаться в три раза быстрее не важно сегодня на каком общественном транспорте вы едете вы едете а медленно б вы едете дороже чем вы будете передвигаться с помощью технологии Skyway и всего лишь два этих всего два вот этих вот момента они будут мотивировать просто колоссальное количество людей тысячи десятки тысяч людей входить и регистрироваться ежедневно то есть запомните именно вот это утверждение ежедневно мы сейчас стремимся добьемся этой цели ежедневно регистрировать как минимум тысячу новых людей регистрировать именно при поднесении информации дальше уже человек сам решает именно сколько он будет инвестировать или вообще может быть не будет или подождет демонстрацию сертификацию ни в коем случае никогда не рекомендуйте ничего человеку на 100% никто никогда не может дать никаких гарантий если вам кто-то дает какие-либо гарантии и эту статую я привел кстати на пресс-конференции в Бишкек что обязательно бегите от этого человека сломя голову потому что даже банки не дают никаких гарантий и гарантий могут быть только подкреплены будущим только подкреплены именно актуальным настоящим развитием в нашем случае это подкреплено технологии и собственно никаких сомнений именно по технологическим рискам у меня лично нет это собственно я заканчивал инженерный факультет по специальности я инженер-механик с оглубленным знанием французского языка сельскохозяйственных машин и оборудования то есть это включает в себя и сопромат теоретическую механику и так далее то есть я с удовольствием читал на первых порах и сейчас тоже читаю и авант проекта я в первую очередь читаю как технае во вторую очередь как маркетолог-продажник и третью очередь как инициатор будущий и настоящий инициатор адресных проектов как и все мы с вами собственно должны вот это представлять но естественно кто-то может быть гуманитарием кто-то технарем кто-то продажником специалистом по продажам кто-то вообще даже не задумывается но всем будет интересно передвигаться дешевле и быстрее то есть это это аксиома это даже не нужно доказывать это факт таких фактов мы завтра предоставим более пяти разыграем сценарии покажем предысторию почему эти техники работают кто эти техники разработал почему GT Fox именно эти техники используют и почему самая короткая презентация действительно это самая лучшая презентация самая короткая презентация мой рекорд это было за 21 секунду я взял контакты у трех узбеков абсолютно незнакомых мне людей на завтраке в отеле то есть каким это образом произошло то есть я примерно слышал разговоры они общались про политику про футбол начали общаться про промышленность про какие-то инновации и я подумал почему бы это нужно рассказать им про технологии главное тут зацепиться за разговор то есть в данном случае я вижу реальную ситуацию им не приносили завтрак я сказал закажите мюсли их приносят быстрее всего они поблагодарили то есть в первую очередь предстаньте перед человеком именно в положительном свете сделайте ему какую-нибудь положительную услугу и завяжите разговор а далее соответственно далее просто спросите что хотел ли бы он передвигаться в два раза дешевле и в три раза быстрее в любом регионе мира естественно ответ будет да и сугубо да второе вы задаете вопрос знаете я являюсь одним из представителей даже соинвестором технология и мы планируем развивать эту технологию в том числе в вашем городе вы бы поддержали эту технологию естественно он скажет да и в третьем вы говорите что мы в первую очередь эту технологию делаем для людей мы не хотим использовать рекламу это очень дорогостоящий поэтому мы понимаем что лучший способ продвижения это метод рекомендаций и собственно методом рекомендаций человек сможет зарабатывать как колоссальные дивиденды даже по построенной цепочке именно рекомендаций в будущем и в настоящем и собственно естественно это человеку станет интересно после этого вот на дневном вебинаре у меня даже вопрос в чате спросили что вы с нами так же поступали но с нами я имею ввиду когда я выстраивал структуру и сейчас я продолжаю выстраивать структуру но естественно сосредоточен уже на именно тренировании людей в кого я вижу в какой-либо роли то есть в данный момент парочка людей именно в будущем вы их увидите и они будут записывать видео именно видео продающие видео интересные в том числе молодежное движение будет тоже развиваться и на сегодняшний день я лично не понимаю вообще каким образом и куда смотрит молодежь не видя перспективы развития в нашем проекте то есть это колоссальные перспективы это миллионы и потом десятки миллионов рабочих мест высокооплачиваемых рабочих мест куда пойдет молодежь после высшего учебного заведения в свете экономической ситуации которая кстати вот сейчас родился еще один на самом деле сценарий то есть вот это повседневное это то что нас трогает понимаете просто задумайтесь что вас трогает и если у вас будут дополнительные сценарии именно дополнительные ситуации то мы составим конкретный скрипт как вот завтра на тренинге мы покажем обязательно сбросьте вот эти вот злободневные не люблю слово но тем задачи и вопросы которые волнуют всех сбросьте на почту вот действительно родился еще один скрипт еще одна ситуация для молодежи куда ты пойдешь после университета куда ты вообще пойдешь без опыта и собственно насколько высоко ты сможешь продвинуться по карьере и вообще какое твое предназначение в чем твой путь если сдавать это молодым представьте мы это будем задавать просто студентам то есть представьте что просто начнется работа серьезная работа проработка по университетам поставьте мне цифры сколько будет регистрации студентов в день вот просто интересно ваше мнение сколько студентов будет регистрироваться в день Ну, собственно, 10 это точно. 10 причем это от двоих-троих людей абсолютно. И много. Это же можно продумать и для малоимущих слоев населения, и для пенсионеров. Вот на самом деле вот то, что я сейчас говорю, это мысли родились вот сейчас, и это мы будем продумывать. Для молодежи обязательно сделаем, для пенсионеров обязательно сделаем, для, может быть, многодетных семей. То есть все люди на самом деле должны быть заинтересованными и увидеть перспективу в первую очередь для себя в нашем проекте. Когда действительно десятки тысяч и сотни тысяч будут видеть перспективу, то поверьте мне, здесь не нужно будет никакой рекламы, никаких рекламных счетов, билбордов и так далее. То есть это будет все именно дополнительно. Дополнительно для поддержания имиджа, для будущих наших уже более серьезных общественных движений, может быть, каких-либо именно продвижений, в том числе региональных, общения с администрациями и далее. И, собственно, помните то, что действительно наша технология нужна более чем 98%, просто нужно об этом донести людям информацию. Собственно, в этом и заключается наша работа, строить SkyWay, спасать Россию и всю планету, давать дорогу в мир Транснету. И, собственно, мы объединяем мир и объединяет действительно наша каждодневная работа. И если вы сможете, и в первую очередь возьмете на себя ответственность, как говорит Григорий Михайлович, мой сетевой гуру, так скажем. То есть всегда учишься у кого-то чему-то, и Григорий Михайлович меня очень много научил именно в построении сетей. Я очень ему благодарен и, собственно, до сих пор продолжаю учиться. Просто возьмите на себя ответственность действительно информировать людей. Мы с Сергеем Анатольевичем даже придумали определенную фишку на следующих вебинарах. Вы увидите, когда же Сергей Анатольевич будет приглашать людей на вебинар. То есть человек такого уровня, действующий государственный советник третьего уровня, ведущий макропрогнозист, именно аналитик, тот человек, которого приглашал американский центр прогнозирования. Думайтесь в этом. Американский центр прогнозирования. Тот человек, кому предлагали работать в министерстве, буквально на моих глазах, ну, собственно, в прошлом году предлагали, и этот человек отказался, потому что ему это не интересно, потому что он видит огромные перспективы, как и все люди, находящиеся в Skyway Invest Group, Skyway Capital, непосредственно в корневой технологии. Мы все видим огромный смысл и огромную актуальность и необходимость внедрения технологии Skyway для всего мира. Собственно, поэтому мы и наши повседневные задачи можем отодвинуть даже немножко на задний план, потому что действительно это очень животрепещущий вопрос, который волнует действительно миллионов людей, просто они об этом не знают. Благодарю за внимание. С вами Алексей Суходоев. Ждем на завтрашнем тренинге абсолютно всех. Алексей, интересно, конечно, сейчас по ходу работы рождается вот это направление, и оно действительно сейчас очень такое важное, и мы тоже хотим, чтобы каждый из вас включался в эту работу. И я вот, ну, когда начали с ребятами обсуждать, я, к сожалению, очень печалил себя, ну, как бы такой повод могу сказать, но он действительно касается очень многих и многих людей, это десятки, сотни тысяч, сотни тысяч людей. Это все, что связано с автомобильными катастрофами, и у кого кто-то из близких, из родных людей, кто потерял, либо был причастен к автомобильным катастрофам. А у меня случилось так, что у меня в один год три очень близких, мне там друга, человека, так сказать, погибли в автомобильной катастрофе, поэтому для меня всегда, когда я что-либо спрашиваю, либо я сразу вздрагиваю, у меня это очень такая живая тема. И сами вдумайтесь, 36 тысяч человек в России в год гибнет на дорогах, и почти 150 тысяч становятся инвалидами. Представляете, какое количество близких людей, знакомых это касается? То есть, наверное, это касается практически каждой семьи. Так вот, если мне задают вопросы, спрашивают, а вы хотите, чтобы перемещаться в три раза быстрее, а в скорость это значит опасность, это значит опасность для тех, кто едет, опасность для тех, кто это... И на этих дорогах не будет гибнуть ни одного человека. Технически невозможно. Они не сталкиваются, они не падают, они не бьются, они не могут технически никак столкнуться. И при этом безопасность будет абсолютной. Не то, что какая-то там в разы или на порядке, то есть, знаете, самый безопасный транспорт сегодня авиационный. Потому что в год, вдумайтесь, гибнет всего 800 человек в среднем на авиационном транспорте. А на автомобильном транспорте в год, опять же, в мире, вот тоже подумайте цифру, полтора миллиона. То есть, полтора миллиона человек, это такой город, как Челябинск, ежегодно раскатывается по дорогу в мире. И еще порядка 15 миллионов становятся инвалидами. То есть, это настолько цифр, которые... Мы об этом не думаем, потому что, ну, как говорится, не думая о плохом. И второе, это нечем заменить. И, соответственно, если нечем заменить, значит, мы стараемся об этом не думать. И каждый день видим аварии, каждый день слушаем эти безумные сводки, которые идут по всем вот этим вот... Особенно сейчас наше время, когда вот этой жути хотят нагнать. И вокруг каждой аварии ее смакуют и облизывают прям со всех сторон. С таким смаком, что с таким, как бы, удовольствием, что, кажется, других новостей быть не может. Но, друзья, это действительно то, что касается каждого. А вот теперь, это вот мой скрипт, которым я ребятам сразу сказал. Я говорю, это не очень приятно, но задавайте вопросы. А вы хотите, чтобы этот транспорт был безопасный и никто не гиб на дорогах вообще? Вот, соответственно, конечно, все отвечают. Я тут уже приводил пример. Я в 2000-м году, или в 2001-м году попал, ехал из Москвы в Санкт-Петербург. И попал в поезд с одним очень интересным человеком. Я ехал там с очень большого мероприятия. Он ехал, мы с ним сели в купе, в поезд, в СВЭТа. Он был с бутылкой коньяка, я с бутылкой коньяка. И мы с ним что-то так начали разговаривать про струнные технологии. И он так вдохновился. Он был такой-то, что мы с ним за всю поездку от Москвы до Санкт-Петербурга даже глаз не сомкнули. Я ему подарил все эти фотографии с рисунками, написал, что... Но особенно вопрос его такой вдохновил, он бы сказал, а где гаишники будут на этих дорогах? То есть с палочками, там же места негде, сидеть негде, то есть можно упасть сверху с опор. Я ему говорю, ты не представляешь, я говорю, гаишников не будет. Вы представляете, какой он был счастлив, так сказать, и как ему это понравилось. И как мы с ним вышли из поезда, его встречали пять генералов возле входа, там подходит, товарищ генерал говорит, за время вашего отсутствия происшествий в городе не случилось. Это оказался начальник ГАИ Санкт-Петербурга Виктор Николаевич Кирьянов. Потом он стал начальником ГАИ Российского, потом он стал, и сейчас он является заместителем министра. И мы с ним много раз еще после этого встречались. Он говорит, что вот ты знаешь, говорит, вот тем, что ты мне сказал, что гаишников не будет и не будет аварии, говорит, вот мне этот проект вот так вот очень не понравился, поэтому вот я большой ваш союзник, посторонник. То есть вот видите, друзья, даже таких вот людей это все цепляет, делает, так что это тоже для очень, ну скажем, такой интересный момент. И в этом плане мы, конечно, надеемся, что вы все станете нашими, опять же, как и везде. Все, что мы делаем, мы рассчитываем только на ваши силы, на вашу поддержку, на вашу работу. Поэтому мы совместно с вами, и я в этом, друзья, нисколько не сомневаюсь, мы в ближайшее время, вот мы сейчас эту работу запустили. Леша, как всегда, знаете, мы много что проговариваем, проговариваем, потом у Леши рождается вот именно такая квинтэссенция. Вот, и вот мы тоже проговаривали, как это сделать, как презентацию, мы с ним обсуждали вопрос, что должна быть презентация на 10 секунд, на 30, на минуту, потом на 30 минут, потом на час, потом на два, потом на 10. То есть и в зависимости аудитории, в зависимости от качества всегда надо, но эффект должен быть всегда один и тот же, человек должен стать союзником. Вот надо это свести там до минимальных, и потом, вот он приезжает, говорит, в принципе, теория уже есть, вот 29 секунд, в принципе, возможно. И вот начал рассказывать логику, и действительно подошли к тому, что мы должны разработать абсолютно 100% на уровне аксиом принимаемую теорию. И мы как раз обращаемся к Вай, каждый должен подумать, что бы он считал важным, какой он бы мог предложить, или если даже сам не предложить, то что его более цепляет, и соответственно, что его более бы, ну скажем, вдохновил с точки зрения предложения, с точки зрения скриптов. Я абсолютно уверен, что мы с вами сделаем рейтинг, и первые 10 вот таких вот предложений, которые будут, они будут действовать безапелляционно. Все будут абсолютно точно на них, там, первые 20, они будут уже на более, какой там, еще следующие 20, они, может быть, будут на какую-то уже специфичную категорию людей, там, вплоть до того, что какого цвета интерьер, еще там, так сказать, какие-то вопросы. Обязательно, друзья, что вот эти вот первые 10 хит, которые мы должны отработать, и которые будут пользоваться основные люди, которые сегодня продвигают проект, они должны быть безапелляционными. И, соответственно, давайте вот вместе подумаем, пишите на почту, Алексей вам даст обязательно почту, пишите на почту, будем анализировать, будем смотреть, потом будем обязательно обкатывать, соответственно, чтобы это все проходило, отработку и дальше, тут даже можете не сомневаться, что мы придем к определенной, к такому алгоритму, который будет работать 100%, то есть нельзя сказать даже 99 или нет, а будет работать 100%. Так же, как вот мы, строй, скайвей, спасай, сначала мы сделали Россию, потом планету, потому что, более того, я сейчас тоже буквально сегодня общался с очень такими именитыми экономистами, там, политологами и так далее. И они мне, вот уже сегодня откровенно говорят, он говорит, ну, раньше они мне говорили, везет, вот мы там занимаемся тем, другим, у тебя есть только скайвей, есть только транснет, ты всем говоришь, и там 15 лет назад, 10, 5 лет назад, и сейчас транснет, транснет, и все, строй, скайвей, спасай Россию, там, транснет, объединяй мир и вперед. И у тебя других проблем нету. Так вот, а у нас там все надо, политические силы, движения, мы за тех, мы за этих, нам приходится, как бы это, лавировать, там, между струйками ходить, а вам что, вот вы идете своей, там, прямой, струнной, струнной дорогой, и никого внимания не обращаете. А сейчас они говорят, раньше-то они мне говорили, что тебе везет, тебе не надо вот так вот ходить, что, не за ваших, а сейчас они, знаете, что говорят? А знаете, что, похоже, ваша прямая дорога, а похоже, ваше вот это невиляние, четко поставленные цели, к которым вы идете, друзья, похоже, это и есть единственное правильное решение, по которому сегодня нужно делать. Я говорю, друзья, еще пройдет полгода, и вы вообще придете все в наши ряды, потому что другой альтернативы сегодня тому, что происходит, нет. И то, что мы сегодня, вот тоже с Алексеем в несколько итерационных ходов, как именно, как сленг, как девиз, как, скажем так, наше руководство действует транснет-группы, мы объединяем мир, то, друзья, более точно сегодня сказать невозможно. Потому что все, что сегодня происходит, пытаются сделать с Россией, с бывшим Советским Союзом, с Евразийским Союзом, с нашими братскими народами, пытаются разорвать, пытаются разъединить, пытаются уничтожить отдельные предприятия, государства, компании, идеологию и так далее. Все пытаются разорвать, то есть обычная логика колониальных властей, разделяя власть, то еще с времен Римской империи это началось, и никто эти правила игры не меняет. Соответственно, когда мы говорим, что, друзья, для того, чтобы стать сильнее, для того, чтобы противостоять, весь мир объединяется. Соединенные Штаты Америки, объединенная Европа, Европейский Союз, Китай собирает свои территории, которые когда-то там столетиями назад раздавались. А мы все дробимся, делимся и все пытаемся с кем-то что-то выяснять. Опять же, не мы, а это нам навязывающая вещь. Поэтому то, что мы сегодня Транснет делаем, ребят, мы объединяем, мы ни с кем не воюем, мы никому ничто не противопоставляем. Нам говорят, вы воюете с РЖД, мы ни с кем не воюем. Мы делаем те проекты, которые сегодня РЖД реализовать не может. РЖД не может прийти в Тамтор, потому что вечная мерзлота. РЖД не может прийти в Боливию, потому что это джунгли, потому что это разливающиеся поймы Амазонки. РЖД не может, железная дорога с Сименцем, она не может прийти во Вьетнам, где надо по джунглям построить тысячи километров Ханой-Хашимин и, соответственно, сделать самую производительную транспортную систему, коростную в мире, до миллиона человек в сутки. А SkyWay, струнные технологии Юницкого, все это сегодня могут сделать, поэтому мы это предлагаем, делаем, и мы это развиваем, и мы создаем проекты, которые до нас, без этой технологии, не могут быть реализованы. Поэтому, друзья, здесь как раз подход такой, что мы объединяем мир, объединять наша работа. Это девиз Transnet Group, наших директоров, которые сегодня идут в этом направлении. SkyWay, это строй SkyWay, спасай планету, потому что другого действительно нет. И вы вдумайтесь, когда Юницкий произносит такую фразу, что год гибнет полтора миллиона человек, а за сто лет в мире погибнет более 150 миллионов человек. Это такая страна, как Россия. А более миллиардов станет инвалидами. Так вот, задайтесь вопрос, а что, это не цель, это не задача, чтобы эти люди не погибли, и их родственники не осиротились, из-за того, что кто-то где-то на дороге по чьей-то вине, или еще, так сказать, попал в аварию, или так сделал, потому что система другого не предусматривает. И чтобы эти люди, которые не погибли, они стали жить богаче, они стали жить счастливее, они стали жить в экологическом месте, питаться экологически чистыми продуктами, и пить байкальскую воду, и еще при этом продукты замораживать экологически чистым сибирским холодом. Понимаете, разве это не цель, которую мы ставим, ради которой мы работаем, и ради которой можно работать. А вот теперь, друзья, то, что мы сейчас говорили, там, ну, новичков у нас сегодня не так много, так сказать. Абсолютно верно, то, что РЖД тихо умрет. Друзья, происходит, как я уже говорил, логическая замена. Вот мы сегодня с вами вспоминаем о городской телефон, московской городской телефонной сети, в которой была эти медные провода, релейные станции, помните, там, алло, барышня, соедините меня там с этим. Все, сегодня этих станций нет, сегодня МГТСа нет. И что? Жизнь остановилась? Нет, сегодня есть МТС, московская телефонная сеть, сотовый оператор, который работает не только по всему, по всей России, но по всему миру, то есть идет замена. А через некоторое время и МТС помрет, как я уже сказал, потому что придет бесплатный Wi-Fi на низкостационарных орбитах, будет развешено огромное количество спутников. Сегодня несколько компаний, такие как Google, Microsoft, Яндекс, обозначили программу о том, что они будут вывешивать спутники на низкой орбите и покрывать основную территорию Земли бесплатным Wi-Fi. И на следующий год уже 20%, а это порядка 80%, где проживает основное население Земли, будет покрыто бесплатным Wi-Fi. Значит, соответственно, если у меня будет бесплатный Skype и Viber, который работает бесплатно, без МТСа, то я МТСом пользоваться, честно говоря, не буду. Я вам честно могу сказать, и пускай ребята из МТСа на меня не обижаются, потому что есть хорошая видеокачественная связь с хорошим Wi-Fi, зачем мне нужен МТС? И, соответственно, мне все равно, как они при этом будут себя чувствовать. Технологии меняют. При этом, да, МТС будет потихонечку загибаться, а Google, Яндекс и Microsoft будут при этом капитализироваться, увеличиться. Да, но это логика пятого уклада. И сегодня его диктуют, и они его делают. И поэтому то, что сегодня МТС, а вы верите, что он работает не на нашем российском оборудовании, мы все пользуемся Samsung, Apple, которые произведены в Китае или Малайзии, то есть это, друзья, совсем другая логика уклада, логика развития. И мне, как потребителю качество, которое будет предлагать Google и будет предлагать Microsoft или Яндекс, я между ними буду выбирать, кто даст более качественный интернет, кто даст более качественный Wi-Fi. Соответственно, именно с этим мы будем работать. Поэтому здесь, друзья, это абсолютно естественный технологический процесс. И мы с вами то, что делаем, и мы должны понимать, что мы с вами не ускоряем, не замедляем. Нет, мы идем в ногу. И как раз весь вопрос, то, что мы сегодня делаем, это развивается благодаря тому, что мы это делаем. Но это не значит, что если мы этого не будем делать, то, соответственно, все останавливается. Нет, друзья, это значит, вместо нас кто-то это сделает другой. Вот и все. Поэтому я могу сказать, я очень рад, что я в этом проекте 15 лет, вот Лёше уже полтора года. И вообще вся команда, которая сейчас вот подключилась, потому что сначала первые вебинары мы сидели с Юницким в одной комнате, у нас было там 5 человек, мы это начинали делать. Потом это разрослось до уже 100 тысяч человек. И сейчас только вздумайтесь, конструкторское бюро уже там под 150 человек, они уже не вмещаются в площадь в полторы тысячи квадратных метров, уже переезжают на 4 тысячи квадратных метров. Потому что расширение, задачи, работа, чертежи, все это идет. И я могу сказать, друзья, это не может не радовать. Вот сейчас готовится уже первый километр строительства, закладка первого камня и так далее. Это, друзья, выходит на совсем другой уровень. А дальше, когда мы это будем показывать, делать, уже начиная со следующей весны, уже будет демонстрироваться часть узлов, а осенью уже будет демонстрация конкретных технологий. Это, друзья, конечно, все выводит на другой уровень, другой подход. И, соответственно, исходя из этого перспективы, которую мы сегодня видим, к нашему октябрьскому форуму мы реально предполагаем, что нас будет уже... Сейчас нас перевалило только-только за 100 тысяч человек. К октябрю, мы думаем, у нас уже будет 500 тысяч человек. А к концу года, к марту следующего года мы планируем неправильно. Мы предполагаем, и мы абсолютно уверены, что мы перейдем в миллионный рубеж. Соответственно, как только вы понимаете, что мы перейдем в миллионный рубеж, значит, следующая наша планка будет естественно... Я даже не буду произносить это слово, потому что это абсолютно естественный процесс, что следующая задача, которая будет, это будет, естественно, миллиард человек, которые должны быть в нашем проекте. Я могу сказать, что это не то, что там реально, нереально, это естественный процесс. И мы к этому подошли, мы с вами просто стоим у старта, у запуска. Вот, и я вам сейчас задам вопрос. А сколько сегодня пользователей интернета? Ну, наверное, там, или мобильной связи, понимаете? Ну, сегодня можно сказать, что две трети населения Земли, это точно. Вот, соответственно, пять миллиардов человек. Так вот, соответственно, когда задать вопрос, а сколько будет пользователей транснета, или тех, кто заинтересованы в этом? Естественно, 99% населения Земли, значит, более 7 миллиардов. Значит, соответственно, наши потенциальные клиенты и тех. Будет самолет, пока вакуумные трубы не появятся. Ну, да, тут обсуждается вопрос, да, технологический здесь. Ну, друзья, это действительно у Юницкого. Смотрите в книге 100 вопросов, 100 ответов. Есть вопросы на это. Естественно, что транснеп, мы не говорим, что на сегодняшний момент он будет что-то вытеснять или делать. Он будет решать те задачи, которые не решают традиционный сегодняшний транспорт. То есть это перемещение внутри города большими пролетами, по узким улицам, то есть там, где надо сделать второй уровень дешево. Соответственно, это вот все будет решать сегодня городской транснет и Skyway. Соответственно, скоростное перемещение – это там, где среднемагистральный, то есть до 2000 километров со скоростями близких к 500 километрам в час. Значит, это второй вопрос. По грузовому транснету и строительству конкретных трасс. Это там, где вечная мерзлота, болота, джунгли, пески, скалы. Там, где очень дорого строить железную дорогу. А сегодня требуется перевозка большого количества руды. Ну и, конечно, основное направление, которое мы сейчас запускаем и делаем, без которого нельзя, это транспортировка нового вида продукта, который мы идем в экономику. Это пищевой лед и природный холод, который сегодня фактически удвоит всю энергетику мировую. То есть подумайте, то, что сегодня сжигается углеводородов и сколько вырабатывается энергии, чтобы в эквиваленте именно топливном, энергетическом, чтобы вы понимали. Так вот, мы благодаря космическому холоду, который будет концентрирован и аккумулирован в пищевом льде, мы более чем в два раза увеличим энергетический баланс и то, что сегодня с точки зрения энергии капитализировано. Это колоссальный ресурс сегодня. Соответственно, плюс еще пищевой лед, который входит в обороты, который сегодня является наиболее востребованным продуктом. Об этом мы с вами уже и говорили, и будем еще, соответственно, говорить. Так вот, друзья, по поводу нашего форума, который будет 10-11 октября, это действительно будет уникальное событие, это действительно будет этап, это будет два года, как запущен проект Skyway, это будет год, как работает инвестиционная группа Skyway Invest Group. Это первый форум, в котором примет участие лично Юницкий и его ближайшая команда, которая приедет из Минска, поэтому там будет все руководство нашего, нашей группы, руководство Skyway Capital. Вот, то есть это все, кто сегодня участвует в проекте, поэтому это будет первое такое и грандиознейшее событие. Вот, естественно, что кто захочет увидеть и пообщаться лично и с Юницким, и с Хавратовым, и вообще с нашей командой совсем, значит, вот мы вас приглашаем, потому что это будет действительно ряд таких событий. Будет очень много наших зарубежных, очень высоких гостей, будет, соответственно, обозначено очень многих, как мы уже договорились, многих высоких сегодня участников проекта, которые до сих пор стараются не афишировать свое участие в проекте, потому что, ну, все-таки рисковая вещь и не хотят оказаться, ну, с точки зрения высмеенного, что участвуют в не таком рисковом проекте. На сегодняшний момент в октябре очень многие решили показать действительно, что они поддерживают проект, поэтому событие будет очень и очень серьезным, очень и очень интересным, поэтому те, кто считает нужным, тем, кто может поддержать этот проект, приехать и просто пообщаться и увидеть такое количество единомышленников и тех, кто продвигает этот проект, то, конечно, будем вас видеть, будем рады с каждым пообщаться и, соответственно, сделать большой такой праздник и большое предприятие SkyWay. Так, нужен промокод. Так, по-моему, промокод уже Алексей показывал, вот, поэтому, если еще нет, то сейчас Алексей в промокод сейчас выпустит. Ну вот, друзья, поэтому я очень благодарен, что вы с нами, но, друзья, то, что мы сейчас запускаем и делаем, мы закладываем сейчас две основные установки, два основных тезиса, которые мы бы хотели, чтобы каждый из вас понял. Первое, что информацию надо нести, и, как Алексей правильно уже сказал, что на каждый вебинар я беру на себя обязательство приводить одного-двух людей новых, и вы их все обязательно будете видеть, потому что они все будут выступать, вот, и вы будете видеть, что это непростые люди, которые подключаются и которые готовы, там, на 2-3 минуты сказать свое в соответственном эфире для участников проекта SkyWay и Transnet. Соответственно, просьба также к вам, каждому из вас, чтобы несите эту информацию и приглашайте людей на вебинары, то есть по этой логике у нас на следующем вебинаре должно быть не 196, а 400 человек, еще через неделю 800 человек, еще через неделю 1600 человек, и таким образом мы должны развиваться, делать, и это наш вклад. И второй момент, что надо, чтобы каждый для себя определил это с точки зрения уже регулярности и ответственного инвестора, как мы ввели такое понятие, ответственного партнера, это хотя бы небольшую, но регулярную сумму, которую можно инвестировать каждый месяц в проект, потому что у нас сегодня 100 тысяч, даже если это каждый месяц, каждый возьмет за правило 10 долларов, друзья, это миллион долларов каждый месяц. Это, поверьте, это очень существенный, это не все расходы, которые сегодня несет компания, но это очень существенный вклад в то, чтобы проект развивался поступательно, чтобы он не замедлялся, и чтобы он был в таком очень уверенном русском. Ну вот, друзья, на этом я сегодня с вами прощаюсь, промо-код вам показали, поэтому, друзья, завтра приглашаем на тренинг для тех, кто хочет узнать, и кому это будет интересно. Вот, а так, значит, на этой неделе, в субботу-воскресенье, я не помню, по-моему, у нас нет никакой конференции. В следующую субботу будет конференция в Уфе, вот, там буду я проводить, Руслан, еще ряд наших очень интересных людей. В Башкине очень серьезные такие позиции, там и президента, я хорошо знаю, мы с ним работали, сидели в соседних кабинетах очень долго, вот, и премьер, и вице-премьер, поэтому мы там тоже, как только мы сейчас выйдем на логику адресных проектов, в Башкирии нам будет с кем, как, что обсуждать, соответственно, двигать. Значит, через неделю, первого числа у нас будет конференция в Екатеринбурге, вот, соответственно, второго числа будет конференция в Челябинске, поэтому все, кто с этого региона, все, кто это, друзья, приглашаем. Вот, работа будет очень важная, вот, очень полезная для всех. Ну, и дальше, я думаю, что по тому графику, как мы сейчас двигаемся, мы должны, как минимум, за июль и за август удвоить, то есть, соответственно, перескочить планку 200 тысяч человек. А вот, друзья, 500 тысяч – это то, что мы считаем для нас абсолютно достижимо, абсолютно любимо. Вот, а почему мы сегодня говорим, что для нас это важно? Потому что потребительское общество, участниками которого в автомате будут все, кто зарегистрирован в фонде и Transnet Group и Skyway Invest Group, это как раз та сила, которая позволит утверждать, что мы можем ставить для себя очень серьезные цели и задачи по реализации адресных проектов. Это уже будут не пустые наши пожелания, что мы продвигаем какой-то инновационный проект, и вот группа энтузиастов это делает. А это будет очень серьезная проработка документов, потому что будет возможность инвестировать в создание этих документов и проектов, и, соответственно, документации. И второй вопрос, что мы будем выступать от имени уже как раз 500 тысяч человек, которые хотят реализовывать и уже инвестируют в этот проект. Это будет совсем другой расклад, и наша задача к этому подойти. Все, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Строй Skyway, спасай планету. И, соответственно, Transnet Group мы объединяем мир. И тот, кто не хочет, или тот, кто, соответственно, с этим спорит, это, друзья, их личное дело. Все, до свидания.